Я думаю, в молодости мы и представить не могли, как она будет дальше. Мы достигли всего только благодаря любви к играм. Я всегда был уверен, что мы добьемся успеха. Но то, что мы будем известным брендом Naughty Dog, кто ж знал? Было непросто. А давай замутим студию по созданию игр. Нам всего 15. Круче всех остальных. Его батя сказал, это самая идиотская идея, которую я слышал. Вот и просиживайте жопы за компом. Крэш пошел как по маслу, но мы не думали, что станем брендом номер один для PlayStation. На тот момент мы еще не понимали, что у нас получилось. Мы просто офигели. Как? Продажи растут и растут, не замедляясь ни на секунду. Это был настоящий рывок для Naughty Dog. Появились большие амбиции, а значит нужно все вложить в создание игр. Вместо создания уровней они решили взяться за создание миров. Мы создаем игры, в которые сами хотим порубиться. Нужно немало попотеть, а бывает, что и пролить немного слез. Что сложного в создании игр? Да все. Самым тяжелым для нас был The Last of Us. Наша команда была заточена под Крэша. И внезапно нам нужно создать нечто настолько фундаментальное. Пришлось попотеть над The Last of Us. Некоторые моменты приходилось подгонять на ходу. Люди не справлялись и увольнялись каждую неделю. Мы теряли людей больше, чем нанимали. Казалось, что Naughty Dog идет ко дну. Секрет Naughty Dog. Нужно нанимать самых лучших специалистов. И люди говорят, да, это игра от Naughty Dog, а значит она качественная. Я видел работу этой компании. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...